Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня я пикировала свои перцы и показывала вам, как я делаю запланированную пикировку. То есть я уже такие взросленькие в фазе двух настоящих листьев рассаживала. Потом я показывала, как я делаю вынужденную пикировку совсем маленьких в фазе двух семидолей. И сейчас я скажу несколько слов, таких обобщающих для наших начинающих огородников. Самое главное, что вы должны знать, что качество рассады у нас бывает разное и всхожесть у нас бывает разная. Вот как я вам показывала про этот лоток, у меня половина взошло, половина не взошло. Тут не сбросили шапки, некачественная рассада, я половину повыдергивала. И вы должны знать, что пикировкой перца, ну в данном случае про перец, но это касается и томатов, вы можете заниматься в любой фазе развития растения. То есть можно распикировать и в фазе двух семидолей совсем маленькие, можно распикировать в фазе двух настоящих листьев, ну вот у меня чуть попозже, тут уже четыре. Можно распикировать в фазе четырех настоящих листьев. И пикировка это не просто какое-то пересаживание растения с прищипкой корня, это вот такой, как сказать, агротехнический что ли прием, который может нас выручить и при плохой всхожести, когда половина посевов нет, нужно пересадить в один компактненько, более компактно. И может спасти иногда от заболевания, как я уже говорила. Как только увидите, один-два сеяны с черной ножкой, срочно нужно пикировать, пересаживать в другие. Это мы не просто пересаживаем, а это вот действительно такой прием, который мы можем сделать по своему желанию. И вы не бойтесь принимать собственное решение. Если, например, вам захотелось распикировать рано-рано, только они появились, вот две семидольки, но вы нигде не читали и никто вам не говорил, что это можно делать. Так вы попробуйте, принимайте решение, не бойтесь брать на себя ответственность. Это самый лучший вариант, лучше всего, даже лучше, чем слушать чьи-то советы. И когда я вот начинала все это делать, вообще часто очень писалось, что пикировать не нужно, что это повредит растению, все. Но еще раз повторю, многие опытные огородники только с пикировкой выращивают, но это не значит, что я вам говорю, что нужно обязательно пикировать. И есть также много примеров, которые без пикировки прекрасно выращивают. К чему я подвожу вас? Я подвожу вас к тому, что вы должны сами все принимать решение, принимать ответственность за эти решения. И какой результат вам больше получится, тот вы и выберете. Возможно, вы будете всю жизнь выращивать перец без пикировки. Но вот я не могу обойтись без пикировки, потому что, видите, вот эти вот последние растения, которые такие уродливые, то не всходят, то какие-то рассады некачественные. Вот взяла новые сорта для разведения, и они у меня какие-то корявые все, кривые. Но я все равно их высадила. И сейчас вам покажу. Конечно, отборные я уже высаживаю сразу вот так в отдельные ячейки. Это уже точно будут мои перцы, все. Все, что осталось, но выбросить жалко, я вот сюда, в этот краешек отсадила, дала им второй шанс. Возможно, они выправятся. Если не выправятся, буду выбрасывать. И вот во время этой пикировки вы тоже и отбраковываете растения, и проверяете корневую систему, и делаете более компактно и более удобно. Вот если я, например, сеяла в лоток, сейчас рассадив в кассету, я уже делаю более удобно и дальнейшее их выращивание. Потом, когда корневая система займет весь этот вот стаканчик в кассете, его просто вот так раз пальчиком, хоп, вытаскиваешь. И он без повреждения корневой системы можно высаживать в более глубокую тару, в более объемную или сразу в грунт. Пикировка – это наш вот универсальный такой инструмент, который помогает нам маневрировать и между плохими всходами, и между заболеваниями, и между всем-всем-всем. Пользуйтесь, попробуйте, не бойтесь. Всё, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok